Здравствуйте, уважаемые зрители! Здравствуйте, Владыка! Добрый день! На нашу редакционную почту постоянно приходят вопросы от зрителей. Предлагаю сегодня ответить на некоторые из них. Давайте попробуем. Итак, первый вопрос. Почему в молитвах употребляется выражение «раб Божий», а в Евангелии «сыны Божии»? Получается, что христианство проповедует рабство. Как совместить это с тем, что человек создан по образу и подобию Божьему, и с тем, что Господь оставил человеку свободу воли и выбора? Разве может раб уподобляться хозяину и иметь свободу воли? Ну, дело в том, что, как правильно заметил автор вопроса, в Евангелии действительно мы называемся «сынами Божиими» в Священном Писании. А рабами мы называем сами себя по отношению к Богу. Это некий, с одной стороны, если угодно, речевой этикет. Дело в том, что сегодня для нас рабство – это что-то не просто ужасное, но и совершенно непредставимое, и небывалое. Но в то время, в эпоху раннего христианства, рабство было естественной формой общественного устройства. Само христианство сделало больше, чем кто бы то ни был, для того, чтобы рабство было уничтожено как явление. Но Христос пришел в мир, в котором рабство было, и первые христиане жили в этом мире, и они относились к этому не с таким чувством, как мы относимся сегодня уже после того, как рабство является в общем и в целом преодоленной формой общественного устройства. Хотя, конечно, тоже встречается в самых жутких видах и в наше время. И поэтому это такой, с одной стороны, речевой этикет, когда человек, обращаясь к Богу, хочет показать максимальную свою от него зависимость и максимальную ему преданность. Просто раб не несло всегда такого негативного оттенка. В одной из молитв мы говорим «Я раб твой и сын рабыни твоей я», обращаясь к Богу. То есть, тем самым, как бы, говоря ему, исповедуя перед Богом свою преданность и всецелую отдачу самого себя Богу. Вот. Ну и кроме того, все святые отцы единогласно говорят, что это вот слово «рабство» по отношению к человеку, оно имеет еще и более глубокий смысл. Дело в том, что, несмотря на то, что рабство в общем и в целом преодолено, мы все равно являемся рабами тех или иных своих немощей, страстей, чувств, пристрастий и так далее. То есть, человек рабствует своим привычкам, своим каким-то недостаткам, своему характеру. Человек может быть, как говорил Фейербахт, человек есть то, что он ест. Он даже рабом еды может быть человек. А когда человек исповедует, что он раб Божий, это значит, что он принадлежит только Богу. И больше ничто им не обладает. Ничто и никто. Собственно говоря, если вот так рассуждать, то раб Божий – это некая высшая форма свободы человека от всего того, что не есть Бог. Поэтому, помимо речевого этикета, о котором в первом случае я сказал, это еще и некое такое исповедание себя преданности Богу и свободы от всего того, что обычно порабощает человека. Следующий вопрос русских классик литературы Федор Михайлович Достоевский считал, что религия важна для нравственности человека. Есть и иная позиция, утверждающая, что нравственность не зависит от религии. Можно ли быть человеком нравственным вне религии? Спасется ли такой человек? Если да, то зачем тогда нужна религия вообще? На самом деле смысл веры в спасении, в том спасении, о котором мы уже сами говорили, которое является главным метафизическим смыслом человеческого существования. Спасение от греха и смерти, которые принес нам Христос. Что касается того, что может быть человек, не верующий в Бога, порядочным, честным, хорошим человеком, наверное, может. Особенно, если он живет в обществе, которое сохраняет еще какие-то традиции, в нашем случае христианские, когда еще сохраняются какие-то, скажем так, проценты с того капитала религиозного, нравственного, который приобрели наши предки. Мы знаем, что надо быть вежливым, надо быть честным, надо быть добрым, надо уважать старших, надо любить родителей. Но ведь это все некие такие моральные принципы, которые для человека неверующего, они необъяснимы. А почему? А зачем? Ну, хорошо, когда все так делают, я так делаю, и мне до некоторой степени это выгодно, я буду их соблюдать. А вот как только что-то случилось, и мне невыгодно стало, допустим, проявлять какие-то такие чувства, то человек неверующий, конечно, он не будет задумываться об этом, он не будет исполнять нравственные законы ради самих нравственных законов, если их исполнение для него вдруг по какой-то причине перестало быть выгодным. Поэтому до некоторой степени возможно неверующему человеку быть вполне приличным с точки зрения общества, но это только до поры до времени. Вопрос от Анатолия. Правда ли, что христианцы проповедуют о вечной жизни одной лишь души, а тело рассматривают лишь как временное прибежище для этой бессмертной субстанции? Почему тогда православие против кремации? Ведь все равно тело Богу не нужно, нужна лишь душа, лишь она бессмертна. Дело в том, что это не совсем правильно. Человек – двухсоставное существо, оно состоит из души и тела. Церковь не гнушается телом. Да, были некоторые такие гностические секты ранних и веков христианства, которые называли тело темницей для души, которые считали, что чем быстрее душа освободится от тела, тем лучше. Даже проповедь всякого рода самоубийств, она была на этом именно основана. Но христианство как раз считает, что и душа, и тело человека почти равнозначны. А вот почему, когда человек умирает, мы совершаем над этим телом целое вечное последование, читаем псалтирь, потом совершаем литургии, когда это тело присутствует в храме на божественной литургии. Хотя да, человек-то мертвый уже. Мы отпеваем его, кадим, воздаем ему честь, этому телу, такую заслуженную, потому что оно служило человеку. И мы его хороним со словами «Земля, если и в землю от Идише», и надеемся на воскресение мертвых, надеемся на то, что в вечности люди будут с преображенными, но телами, такими же, какими они были во время земной жизни. Поэтому это неправильно, что христианство равнодушно или, можно даже так сказать, пренебрежительно относится к человеческому телу. Совершенно нет. Но что касается кремации, то для нас она нежелательна по целому ряду причин. В христианских странах кремация начала даже не распространяться, а насаждаться очень так усиленно, это было и в Советском Союзе тоже, именно как альтернатива христианскому погребению, именно как некий элемент борьбы с церковью, борьбы с церковной обрядностью, борьбы с тем, к чему был приучен, к чему привык русский православный человек, ну, вообще христианин. Потому что в Европе это тоже в свое время было сделано именно из таких вот соображений. Это языческая практика, которая была искусственно насаждена в христианских странах, людьми, которые делали это совершенно сознательно. Ну, и тут даже здравый смысл говорит, неужели, допустим, в России, где совершенно огромное количество земли, у нас не хватает места для того, чтобы по христианской традиции спокойно, нормально погребать наших усопших. Конечно, хватает. Вот это идеология, ну, а в наше время еще и бизнес. – Что такое благодать? – спрашивает Евгений. Часто слышу это слово, но не понимаю, что это. Как понять, что тебя посетила благодать? – Вы знаете, вот, наверное, не надо искать таких вот ощущений, каких-то чувств, пытаться поймать, посетила или не посетила меня благодать. Надо жить христианской жизнью, надо участвовать в цаинствах церковных. Благодать Божия – это сила Божия, которая, как сказано в чине хератонии, то есть рукоположение, немощная врачует и оскудевающе восполняет. Она – это та сила, которая живет и движется все на нашей земле. Поэтому, если человек живет правильной такой духовной жизнью, то он через какое-то время начнет понимать, что это такое. Но, наверное, ощутить это лучше всего получается тогда, когда эта благодать потеряна человеком, уходит от человека. Есть много вещей в нашей жизни, о которых нельзя вот так вот напрямую, их нельзя описать, рассказать, а не их какие-то составить какое-то описание этого. Благодать Божия – это сила Божия, которая действует в человеке и во всей Вселенной. Спасибо, Владыка. До свидания, до свидания, уважаемые зрители. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитры создавал DimaTorzok